Гортензия метельчатая сильно отличается от крупнолистной и тревовидной. Она тоже является кустом, но особенным, так как не дает корневой поросли. Новые ветки идут как бы из одного места, которое в простонародье называют шеей. Даже если мы видим ветки, выходящие из земли на расстоянии друг от друга, то подкопав их до основания, можем убедиться, что они растут не от корней, а из одного места. Вот обрежете единственную ветку на кольцо у самого корня и не дождетесь новых побегов. А вот от шеи веточки отрастают. На ней находятся спящие почки, из которых развиваются побеги-змещение. Поэтому, делая все грамотно, мы можем исправить форму и совсем переформировать свой кустик. Ну, давайте все по порядку. Допустим, мы купили новый саженец. К формированию приступаем сразу. Формирующую обрезку необходимо проводить первые три года. Мы работаем над созданием скелета, опоры на долгие годы. В первый год растения обрезают почти до основания, оставив нижние почки, чтобы сформировались крепкие побеги. Как правило, это делают в питомнике. Нам достается саженец уже примерно вот в таком виде. Крепким его не назовешь, но в горшке у него и не получится вырасти сильнее. Грунт сразу не высадил, так как был непонятно, жив или нет. Теперь почки заметны, и можно приступать к обрезке. Вот тут, конечно, вопрос спорный. Считается, что обрезку нужно проводить до сокодвижения, в апреле. Поздняя обрезка влияет на цветение, но в первый год куст приживается, и ему цветение не так уж важно. Саженцы мы получаем в разные сроки и можем уже получить с набухшими почками, или у нас нет возможности попасть в сад ранее весной. Так вот, формирующую обрезку все же можно провести по проснувшимся почкам, и это будет все равно лучше, чем отложить ее до следующего года. Срезы, конечно же, нужно обязательно замазать, чтобы снизить сокотечение и не дать инфекции попасть в рану. Не слушайте тех, кто говорит, что замазывать раны у гортензии не обязательно. Рана есть рана, она не должна быть входными воротами для инфекции. Я несколько сезонов пользуюсь вот этим гелем искусственной кожи, показываю не как рекламу, а как действительно хорошее средство, так как оно быстро застывает на срезе и образует надежную защитную пленочку. Перед первой обрезкой нужно решить, какая форма вас больше устроит. Вы хотите иметь пышный кустик с низким основанием? Тогда делаем срез над почками пониже. Здесь, здесь или здесь. Из этих почек в текущем сезоне отрастут веточки, которые скорее всего зацветут. Осенью нужно будет обрезать только отцветшие кисти, чтобы тяжелый снег не поломал куст. А следующей весной мы снова укоротим новые ветки, по своему желанию оставив только нижний узел или два, или три. От того, сколько узлов вы оставите, будет зависеть высота куста и сколько цветочных кистей сформируется. Ведь каждый побег на конце зацветет. Но не спешите принимать решение, мол, чем больше веток, тем лучше. Так как цветов больше. Помните, чем их больше, тем они мельче. Много, но маленьких, или мало, но больших, выбор за вами. Оптимально оставлять по 2-3 почки. Каждую следующую весну нужно будет укорачивать все веточки от предыдущего года и снова принимать решение, над каким узлом делать срез. Сами понимаете, что количество веток в каждом сезоне будет прибавляться в геометрической последовательности. Куст не будет выглядеть крепким, свет не будет освещать каждый листик в достаточной мере. И ваша красавица не сможет раскрыть свой потенциал полностью. Поэтому, кроме подрезки веток в длину, нужно будет вырезать слабые, идущие в центр крона и трущиеся. Это как дерево в миниатюре. Но вот с саженцами не всем везет. Часто мы получаем посадочный материал со сломанными ветками, или однобокими кронами, или в саду уже растут кусты, сформированные неправильно. Не расстраивайтесь. Форму можно поправить, даже если кусту несколько лет. Рассмотрим несколько вариантов. Если ветка всего одна или две, то при посадке следует растение заглубить. Тогда из нижней части отрастут ветки из спящих почек. Останется лишь выбрать наиболее сильные, а остальные удалить. Если веток достаточное количество, но они направлены в одну сторону, переплетенные или некрасивой формы, можно сделать очень сильную обрезку на нижней почке и из новых веток сформировать новый куст. Какие ветки оставить, если их получится много? Те, которые направлены симметрично в разные стороны, под углом 30 градусов от вертикали. Слишком отклоненные ветки под тяжестью цветов потом будут лежать на земле. А вот смотрите, какие сильные побеги. Но по форме ни куст, ни дерево. Но ведь так и просится стать деревом. Отлично, будем формировать в штамбовой форме. Рассмотрим готовый штамп. У этого деревца оставлен довольно длинный ствол и далее сделана обрезка с короткими междоузлями. Конечно, не все сорта способны давать такие короткие междоузли, но будем исходить из того, что есть. Итак, первым делом обрезаем лишние ветки и обязательно на кольцо, откопав основание, чтобы не пошли новые ветки из нижних спящих почек. Оставляем самый толстый и прямой побег. Его потом подвяжем колышком. Укорачиваем его на желаемой высоте. Если побег уже имеет боковые ветки, то из ярусов оставляем тот, высота которого устраивает. Смотрите, чтобы почки в узле были развитыми. Далее будем обрезать ежегодно каждую веточку на желаемую длину. И каждый год мы опять должны будем делать выбор. Много мелких или малокрупных соцветий хотим видеть на своем дереве. Но в любом случае ежегодно нужно полностью обрезать мелкие и слабые ветки, загущающие деревца, новые нижние побеги, а крупные ветки кроны укорачивать на 2-3 почки. В результате через 7-10 лет вырастет деревце со штамбовым типом кроны и мощным стволом диаметром аж 8-10 см. Но придется набраться терпения. И не со всеми сортами этот фокус проходит. Подбирайте сорта, в описании которых указано, что гортензия имеет мощные прямые побеги. Вот, например, у меня такой сильный побег дал сорт Lime Light, у которого в описании указано, что он прекрасно держит штамбовую форму. За готовое штамбовое дерево я отдала 1600 рублей, а за Lime Light 300. Думаю, что при такой разнице в цене стоит и потрудиться. В первое время гортензия после такой радикальной обрезки пытается вытолкнуть новые почки на стволе и обрастить дополнительными ветками. Вот они уже появились на покупном штамбе. Их не стоит сразу ослеплять. Веточкам нужно дать немного развиться, а потом укоротить. В первое время эти лишние ветки дают растению нормально развиваться. Уберем их потом. Когда разовьется хорошая крона и наступит соответствие между корневой и надземной частями, гортензия перестроится, и новых почек на стволе мы уже видеть не будем. Гортензия как бы обладает интеллектом. Мы ей дали понять, что эти ветки нам не нужны, и она посложно выполняет наше пожелание. На самом же деле, ветки с возрастом теряют способность закладывать почки на стволе. Поэтому, чем в более раннем возрасте мы проводим исправление формы, тем больше шансов получить достаточное количество новых ветвей. С возрастом метельчатая гортензия образует побеги в основном только в верхушечной части, а нет, деревенеет. Отсюда и название – древовидное. Еще один интересный вид формы гортензии – это фонтан. Мы формируем куст по принципу штамба, но не в один, а в несколько стволов, то есть не одно, а три-четыре деревца. Когда нижняя часть одеревенеет, а это происходит в среднем за семь лет, перестаем сильно укорачивать верхушки, и по тяжести они будут немного склоняться, и живой фонтан готов. После любой обрезки растения нужно хорошо полить и подкормить, чтобы процесс восстановления проходил легче. Я, как всегда, использую свое любимое удобрение от Organic Mix для гортензии. Не раз их испытывала, и всегда был прекрасный результат. Поэтому смело могу рекомендовать их вам. Попробуйте сделать свои гортензии сказочно красивыми, уникальными. Делитесь своим опытом. С вами была Вероника Поливкина. Все вам доброго. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok